Добрый день, уважаемые зрители! Я искренне рада, что вы зашли на мой канал Жанна в Турции онлайн. Мы с вами в Алании. Сегодня 20 октября. Записываю это видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и показать вам, что и как происходит на самом деле. Многие из вас обеспокоены погодой в Анталийском регионе. Да, действительно, в самой Анталии пронесся очень сильный ветер и сильный дождь. Продолжалось это несколько часов. Справедливости ради, должна сказать, что штормового предупреждения не было. Никто особо об этом не заявлял, никто к этому не был готов. А сила ветра была такой, что сносила крыши, но справедливости ради, скажу, что на самых ветких зданиях. По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода должна измениться, и я об этом говорила вам вчера. Во вторник, в среду и в четверг обещали кратковременные дожди с понижением температуры до 22 градусов. Ну, а уже в пятницу температура воздуха должна подняться до 28 градусов и вернуться к своим вот прежним показателям. Я вам должна сказать, что здесь в Алании дождя и ветра не было. Вчера мы с Тимуром, уже когда вечером, возвращались с рынка, ну так покапало немножечко, мы даже не успели промокнуть. Ночью все было тихо, спокойно. Сегодня с утра солнышко, температура воздуха 28 градусов. И я вам должна сказать, что сегодняшний день он был даже жарче, чем предыдущие дни. Вы знаете, это прям ощущалось. Вот мы сидели дома и несколько раз порывались включить кондиционер, потому что вот только что-то начинаешь делать и сразу становится очень жарко и душно. Сейчас я специально вышла на улицу. Время около 6 часов. Вы можете видеть, какая здесь сейчас погода. Немножечко к вечеру, конечно же, столбик термометра опускается. За мной вы видите прекрасную гладь моря. И мы даже сейчас подойдем и посмотрим, что там и как. Так что не переживайте, уважаемые мои подписчики. У нас все в порядке. Алания остается райским уголком. Погодный казус, который приключился в Анталии, он нетипичен для октября месяца и для ноября тоже. Такая погода с сильным ветром, с проливными дождями, она более характерна для зимы. В основном декабрь и январь, да, у нас идут здесь дожди, бывают ветра довольно-таки сильные. Сносят прибрежные кафешечки, потому что они все очень хлипкие. Но, в общем-то, местные предприниматели к этому готовы. Они все всегда на зиму убирают с пляжей, по возможности укрепляют. Неожиданностью, да, это было. Синоптики вот как-то в этот раз нас подвели. Но я думаю, что ничего страшного. У нас в Алании так точно. Так, мы сейчас с вами спускаемся на пляж. Хотела вам показать цены, но вижу, что цен нет. И меню старенькое такое, замызганное. Ну, в общем-то, конец сезона уже никто ничего не обновляет. Вы знаете, и на удивление спокойное море. Вот мы сейчас подойдем, и вы посмотрите, что даже особо-то и волн нет. Какой великолепный закат. И, честно говоря, мы сейчас здесь, в Турции, больше обеспокоены другим явлением. Ну, вот санитайзер нас встречает. Все как положено. Людей не очень много здесь, в прибрежном кафе. Вообще никого нет даже, я бы сказала. Но зато какой порядок. Вы знаете, здесь порядка побольше даже, чем в отеле, в котором мы были на выходных. Там санитайзеров я на территории отеля-то особо не видела. А чтобы вот так еще на каждом столике стояли, так даже и не снилось. Итак, чем обеспокоены сегодня в Турции все ее граждане? Рост инфицированных. За вчерашний день было зарегистрировано 2026 человек. И это много. И это, конечно, всех настораживает. Такого роста не было с весны. Вы знаете, пик был в апреле, когда регистрировалось около 5000 инфицированных в день. Потом был спад. К началу лета до 1000 человек. Летом небольшой подъем до 1500. Вот он держался долго. Ситуация стояла на месте. И в последнюю неделю цифры пошли вверх. И на сегодня 2026 человек, как я вам уже сказала. Ну, о температуре воды и воздуха вы можете судить сами. Люди купаются. Прекрасная погода. И вот такое спокойное море. Вы знаете, даже я бы зашла и скупнулась, но не собиралась. Я сегодня, как уже сказала, вышла записать это видео только лишь для того, потому что хочу ответить на ваши комментарии. Какое блаженство? Вы не представляете. Я намочила ножки. Великолепная вода. Но вы знаете, 26 градусов, как вот синоптики опять же прогнозировали. Я думаю, что нет. Градуса 24, но может быть 25. Великолепный закат. Вчера он тоже был очень красивым. Я вам показывала тучки, которые надвигались на Аланию. Но они вот как-то до нас так и не дошли. Знаете, остались где-то там над горами. И в стороне Анталии и Кемера. У нас как-то более-менее все спокойненько. Пляжи пустеют. Ну, может быть, потому что вечер. Погода прекрасная сегодня. Начала говорить о коронавирусе. Да, немножечко неприятно развивается ситуация. Мы уже думаем о том, чем это может для нас обернуться. Очень надеялись, что в ближайшее время учащиеся средних классов наконец-таки пойдут в школу. Но, скорее всего, этого не произойдет. Министр здравоохранения Турции уже официально заявил о том, что начинается вторая волна. И, естественно, в связи с этим ужесточаются меры профилактики. Очень много разговоров было, когда я говорила о том, что ношение масок всегда и везде является обязательным на территории Турции. В первую очередь возмущались туристы, недовольные тем, что как это на отдыхе, ходить в масках в такую жару. Вы знаете, приезжая в какую-либо страну, вы все равно здесь остаетесь гостями. И когда вы не исполняете законы, принимаемые в этой стране, вы вызываете раздражение и недовольство местных жителей. Даже если вам об этом не говорят открыто, даже если полиция закрывает глаза на какие-то там ваши проступки, мягко говоря, скажем так, это не означает, что так должно быть и что это правильно. С этого дня ужесточается контроль за ношением масок. И я думаю, что теперь уже будут выписывать штрафы не только местным жителям, но и туристам. Об этом, кстати, тоже заявили официально. Хочу обратить ваше внимание, я сейчас не говорю про отели. Давайте не будем утрировать. На территории отелей большинство отдыхающих, 99%, я бы сказала, находятся без масок. Замечания им никто не делает. Если отель к этому относится строго, то выдают маски на входе в ресторан. И по громкой связи в течение дня несколько раз объявляют о том, что необходимо надевать маски. Но никто к этому не прислушивается. Сейчас, это мы поговорили об отелях. Так, дальше. Что касается территории за отелями. Вот тут уже, выходя из отеля, будьте добры, обязательно имейте с собой масочку. Во всех общественных местах, на улицах, на городских пляжах, тем более на рынках, в торговых центрах, в любых магазинах, в развлекательных заведениях. Ношение масок является обязательным как для местных жителей, так и для туристов. Я понимаю, что сейчас меня поддержат немногие и будут комментарии по поводу того, что это вредно, тем более, что еще жарко, дышать тяжело. Да, мне тоже дышать тяжело, вот наверняка вы это слышите. Я сейчас на море, в общем-то вокруг меня никого нет. Вы знаете, завернула вот сюда в сторону района Тасмур, ну вы, наверное, уже поняли, по горе, которая перед нами. Здесь каменистое дно, естественно, что здесь никто не купается. Вокруг меня, как я уже сказала, ни одного человека. Но я в маске, честно, вот не знаю, зачем и почему, наверное, надо ее приспустить. Сейчас сюда ехали, муж говорит, давай я тебе колонию брызну. Я говорю, нет, не надо, я только вышла из дома, и как бы руки, наверное, у меня еще чистые. А он использует ее постоянно. Как-то уже вот это все происходит на автоматическом уровне, и мы не всегда даже замечаем уже, что находимся в маске, что постоянно обрабатываем руки. Я думаю, что все-таки о своем здоровье каждый должен позаботиться сам. Какие здесь камни интересные. Ой, они такие гладкие, вы знаете, я вот на них встала, мне так приятно. Да, водичка шикарная, шикарная, прекрасная. Вот такие вот новости у нас тут в Турции. Отдых, конечно, никто не запрещает, границы не закрывают. Разговоры такие тоже появляются, но они пока не имеют под собой никакой твердой основы. Это все на уровне предположений и разговоров. Естественно, когда что-то меняется, люди начинают распускать слухи, мягко скажем так. Так, отели по-прежнему работают, да, многие из них закроются к концу октября, но если у вас куплены туры, я не думаю, что будут какие-то проблемы именно вот с отелями. А там уже, конечно, все зависит от вашего желания, ехать или не ехать. Опять же, прочитала я высказывание одного вирусолога российского, и он говорит, что 90% всех инфицированных в России это люди, которые вернулись из зарубежных курортов. Я вообще не знаю, как такие интервью можно опубликовывать в СМИ. Мне кажется, это полный абсурд 90%. Ну вот смотрите, мы здесь находимся. Тьфу-тьфу-тьфу, опять же скажу, конечно, я не хочу накаркать, да, но мы здесь вот приехали в начале сентября. До этого мы здесь были очень долго. Я не вижу вокруг себя болеющих, кашляющих, чихающих туристов. А вот сейчас у меня очень интересная ситуация. Я когда вышла на пляж, скинула сланцы, зашла в воду и пошла гулять по пляжу. Теперь я возвращаюсь и не помню, где я оставила сланцы. Так, идем исследуем песчаное дно. Ох, если бы не эти камни. Какой здесь интересный берег. Вы посмотрите, здесь прекрасный песочек, а вход в море каменистый. И тут же рядом он совершенно пологий и песчаный. Так, сланцы, вернитесь ко мне. Я буду подниматься на набережную. Сразу я спустилась сюда, но хочу еще и там с вами прогуляться. Доставить вам эстетическое удовольствие от прекрасной картинки турецкой жизни. Нет, погода великолепная. Уж не знаю я, как свои прогнозы делают синоптики. Ну вот, пожалуйста, то, что происходит. О, я их вижу, все, нашла. Коты и кошки в Алании, конечно, хозяева жизни. Куда ты пошел? Иди сюда, красота рыжая. Ну, какой чистенький, хорошенький, молодой котик. Играется, веселится. Ну-ка, передай привет из Алании. О, что-то опять скорая помощь. Вы слышите? Я вам сейчас покажу, как в Турции пропускают скорую помощь. Мы стоим на перекрестке. Посмотрите, перед нами какое количество машин. А за нами скорая помощь. И сейчас все сигналят, чтобы мы, не только мы, а все машины, стоящие здесь, рассредоточились и пропустили скорую помощь. Скорее всего, сейчас будем проезжать на красный сигнал светофора. А нет, зеленый, сработал уже. Вот она сейчас. Я когда первый раз это увидела, подумала, что какая-то экстренная ситуация, прям что-то из ряда вон выходящее. Но здесь такое можно увидеть часто. К скорой помощи особое уважение. К врачам, к учителям. Ни одна машина не посмеет перегородить им дорогу или задержать движение. Естественно, что ношение масок – это не единственная мера, которая теперь будет строго применяться в Турции. Особые контроли здесь намерены вести за инфицированными людьми. Теми, кто лечится на дому и потом находится на самоизоляции. Ты уже сюда прибежал, красавец. Мы сейчас с вами прогуливаемся на набережной в районе Кистель. Здесь очень комфортно. Посмотрите, какие беседки оборудованы для отдыха. Ну, красота же. По-другому и не сказать. Так вот, были разговоры, что даже на тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции, будут надевать специальные браслеты. Им категорически запрещено в период лечения эта неделя и потом еще две недели карантина выходить из дома. То есть они должны постоянно находиться дома, чтобы не являться угрозой, как пишут здесь в СМИ, для окружающих их людей. Ну и, конечно же, еще ряд мер. Это обязательная санитария и гигиена. Количество санитайзеров, вы сами видели, здесь зашкаливает. Я уже как-то рассказывала, что так называемая колония, вот этот спиртовой лосьон ароматизированный, турки его применяли всегда. То есть не только сейчас, в период пандемии. Он продается во всех магазинчиках, и в больших, и в маленьких. Стоит он сущие копейки. И даже в самый разгар пандемии на него не было дефицита. И сейчас его также можно купить везде, и в магазинах, и в аптеках. Красиво, да? Я аж замолчала. Посмотрите, какой шикарный фонтан. Очень комфортное место для отдыха. Повторюсь еще раз. Беседочки я вам показала. Тут же вот, пожалуйста, великолепный пляж. Великолепный пляж остался чуть-чуть левее у нас. Тренажеры, фонтан, детская площадка, горки. И это обязательно вечерняя прогулочка у нас с вами. Вот такая получилась красивая и интересная. Спасибо. Иногда вы меня поднимаете с дивана, и я иду на работу, мягко говоря. Пока я не вижу каких-то вот жестких ограничений, которые были здесь весной и в начале лета. Те, кто смотрят мои видео, давно знают, видели. Я рассказывала о том, как было закрыто абсолютно все. И фонтаны не работали, и вот тренажеры сейчас, пожалуйста, они в свободном доступе. Они были все перетянуты полосатой лентой. Детские площадки, парки. То есть все было закрыто. Набережную тоже пытались огородить, но, к сожалению, ленту эту постоянно срывали. И все равно прогуливались люди, но очень-очень мало. Только самые отчаянные. Ой, не хочется, конечно, к этому возвращаться. Небо голубое-голубое. Ну, не знаю, дождик, придешь ты к нам или нет. Будем надеяться, что все будет хорошо. И с погодой, и по коронавирусу тоже меры предпринимаемые дадут положительный результат, потому что весной, летом это более-менее сработало. Одно из немногих ограничений, присутствующих в этом прекрасном месте для отдыха, это предупреждение о том, что нельзя разводить огонь. То есть, пикничок здесь устроить не получится. Для этого нужно выехать подальше. А место просто замечательное. Надеюсь, что прогулочка вам понравилась. На многие вопросы я ответила. Ой, какое интересное деревце. Мне оно напоминает ёршики, которыми раньше в моем далеком детстве чистили бутылки. Ну, или детские, да, бутылочки еще такими ёршиками чистят. И тут же пчелки. Ой, улетела, пока я собиралась ее снять. Не хочет она мне позировать. Хотя нет, вот она, пожалуйста. Ну что, дорогие мои, уважаемые зрители, приятно было с вами пообщаться. С удовольствием я вам показала эту красивую набережную. Спокойное абсолютно море, чистое небо. И солнышко яркое, которое потихонечку спускается уже. Небольшие там облачка присутствуют. Ну, посмотрим, какая будет погода. Постараюсь вам завтра обязательно все еще раз показать и рассказать. Оставайтесь на моем канале. Не забывайте ставить лайки, если вам интересно. Ну и, конечно, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И жмите на колокольчик, чтобы получать оповещение о том, когда выходят новые видео. И еще я вам буду очень признательна, если вы с ссылочками о моем канале поделитесь с теми, кому это может быть интересно. До свидания. До свидания.